Сразу хочу предупредить. Все, что я скажу дальше, это просто рассуждение. Я ни к чему не призываю и ничего не утверждаю. В обсуждении под моим видео о том, сколько мужчин может быть у женщины до вас, немало комментаторов написали, что ни одного. То есть для отношений они готовы рассматривать исключительно детственницу. Потому что, по их мнению, женщина, у которой уже был секс с мужчиной, любить не может, у нее, возможно, имеются венерические заболевания, ну и так далее. На всякий случай еще раз повторю, что я не предлагаю подбирать порванок. Однако существует мнение, что категоричность суждений свидетельствует о незрелости ума. Когда проходит юношеский максимализм, то на его место приходит понимание того, что далеко не на все вопросы можно однозначно ответить «да» или «нет». Потому что после слов «да» и «нет» мы обычно произносим слово «но». Например, человек утверждает, что для отношений годится исключительно девственница. Вроде бы звучит логично. Но ведь все женщины когда-то были девственницами. А многие ли из них сохранили отношения и остались верными своему мужчине? А ведь женщин, которые живут со своим первым мужчиной, который лишил их девственности, практически нет. И после этого утверждения о том, что только с девственницей вы можете построить долгосрочные отношения, уже не выглядит таким неопровержено. Кстати, у меня вопрос ко всем тем, кто категорично заявляет, что готов на отношения только с девственницей. А у вас самих-то девственницы были? На самом деле, по поведению девственница ничем не отличается от недевственницы. Она исполняет все то же самое, потому что у них у всех одна и та же женская прошивка. Ну а секс с девственницей на самом деле одно сплошное мучение. Для тех, кто не понимает, о чем я говорю, сейчас постараюсь объяснить. Вы когда-нибудь пробовали вставить штуцер в три четверти в полдюймовый садовый шланг? А представьте себе, что шланг еще при этом орет, что ему больно и пытается выскользнуть у вас из рук. Так вот, секс с девственницей выглядит примерно так же. Думаю, многие слышали про оправа первой ночи, которая якобы существовала в средние века в некоторых европейских странах. Но я думаю, мало кто слышал о том, что во многих странах женщинам нельзя было выходить замуж девственницей. Поэтому их еще до свадьбы лишали девственности. Или специально обученные мужчины за деньги, или взрослые женщины из семьи жениха пальцами или какими-то другими подручными предметами. Кстати, насколько мне известно, в некоторых странах такая традиция сохранилась и до наших дней. Например, в Гуаме женщинам законодательно запрещено выходить замуж девственницами. Меньше 16 и больше 16 это уже патология. Ой, Вик, ты как всегда, бля, 15-16 сантиметров, это вообще ни о чем. А сколько о чем? 20-22, я не знаю. 22 сантиметра, это, блядь, опак. Ну, вообще, 20 сантиметров это пробитая диафрагма. Мам. Блядь. Мам. Ты что, блядь. Продолжение следует...